Дилерский центр, который продал автомобилисту новую машину, скорее всего, пригласит его на нулевой ТОА. Что это за процедура, и действительно ли она необходима совершенно новой, выехавшей недавно из автосалона машины? Ответ на этот вопрос отчасти лежит в области финансовых интересов дилеров, которые услугу ТОА 0 чаще всего продают или иногда предлагают бесплатно, чтобы иметь формальный повод, завлечь клиента на сервис и получить возможность продать ему какие-либо дополнительные услуги. Рекомендованный межсервисный интервал для автомобиля определяет его производитель. Регулярное прохождение ТОА на дилерской станции – это одно из условий сохранения гарантии на автомобиль. В зависимости от модели ТОА-1 нужно проводить после 10 000 км пробега, на ТОА-2 нужно приезжать на пробеге более 30 000 км, а ТОА-3 рекомендовано проводить каждые 60 000 км. Нулевой ТОА предлагают проводить до ТОА-1, то есть на пробеге от 1000 до 3000 км. Как раз на этом пробеге новый автомобиль уже прошел первую обкатку, а потому дилер рекомендует провести с машиной некоторые работы. В регламент ТОА-0 обычно входят, например, проверка технических жидкостей, замена масла и масляного фильтра, проверка ходовой автомобиля, давление в шинах, состояние аккумулятора, работоспособности световых приборов и многое другое. Дилеры чаще всего не принуждают своих клиентов делать нулевой ТОА, однако настоятельно рекомендуют эту процедуру. Заявление дилера о том, что без ТОА-0 клиент слетит, с гарантией, обман и манипуляция. Многие это осознают и поступают более изощренно, приглашают автомобилиста на ТОА-0, мотивирует это тем, что на первых километрах пробега узлы и механизмы автомобиля проходят обкатку. Например, притеруются, друг к другу детали двигателя, из-за чего в масло может попасть металлическая стружка. И это обкаточное масло лучше слить и залить в мотор новое масло, которое потом нужно будет заменить на первом ТОА. В рекомендациях автопроизводителей обычно нулевой ТОА не включено. И хотя механики на сервисе порой наблюдают ту самую стружку, когда сливают масло из моторов новых автомобилей, автопроизводители будут настаивать до последнего на том, что их двигатели обкатки не требуют, так как собраны качественно и рассчитаны на большой пробег. И такое мнение смотрится правдоподобно, тем более с учетом того, что компоненты современных силовых агрегатов изготавливаются из более эффективных, чем прежде материалов, и проектируются более точно. А значит при обкатке дают минимальное количество той самой стружки. Более распространенное мнение среди автомобилистов заключается в том, что делать нулевой ТОА надо только, если дилер предлагает его бесплатно. В противном случае такое ТОА – это очередное ухищрение дилерской компании, нацеленное на продажу навязываемых автомобилисту работ. В любом случае, сделать нулевой ТОА можно, хуже машины от этого не будет. Однако вряд ли что-то плохое произойдет с двигателем и его маслом, если владелец приедет не на ТОА-0, а привезет свою машину на ТОА-1, соблюдая рекомендации автопроизводителя по обслуживанию автомобиля.